Оло амигос, на связи Матвей. Огромное вам спасибо, ребят, я даже не думал, что мы преодолеем отметку в 5000 подписчиков настолько быстро. Ну и я, как обещал в своём ролике про геймплей Fortnite Mobile на Galaxy Z Flip, приготовил для вас геймплей Fortnite Mobile на Galaxy Fold 2. Это максимально необычный телефон, и материал получился ещё интереснее, чем на Galaxy Z Flip. Вообще, предыдущий гнущийся телефон ничто по сравнению с машиной, на которой сегодня мы будем играть в Fortnite. Если вы на этом ролике впервые, то, ребят, я вам рекомендую посмотреть первую часть, где мы играли в Fortnite Mobile на Galaxy Z Flip. Здесь ссылочка, для того, чтобы у вас было понимание, что с чем я сравниваю. В общем, ну а в сегодняшнем ролике я вам расскажу вообще, что это за телефон под названием Galaxy Fold 2, посмотрим на основные его характеристики и, конечно же, производительность в игре Fortnite. Не хочу долго тянуть, так что если вы впервые на моём канале, и если вы так же, как и я, играете в Fortnite Mobile, да даже если вы играете в Fortnite на любой другой платформе, обязательно оформите подписку. Тут вы найдёте лучший контент по Fortnite Mobile, и не только. Ну а если вы уже подписались, то ни в коем случае не стоит забывать, что на и лучшей поддержке меня, это мой тег-авторомотивкар в вашем жде в магазине Fortnite. Смело водите его и покупайте исключительно с ним. Также вы можете делать скрины ваших покупок своим тегом, и добавлять их в специальный альбом нашей группы канала ВК. Ссылка в описании, так вы сможете попасть в ролик, как и следующий, ребята, в конце видео. Ну а если у вас нету ВКонтакте, вы так же можете добавлять скрины ваших покупок своим тегом в специальный канал в нашем Дискорде. Все ссылки в описании. Ну а теперь, после небольшой саморекламы, предлагаю посмотреть, что это за девайс под названием Galaxy Fold 2, и как он себя проявит в всеми нашей любимой игре под названием Fortnite. Ну а пока я ищу и скачиваю Fortnite на этот телефон, давайте я вам расскажу про основные характеристики этого девайса. Как и в Galaxy Z Flip, сгинающийся экран здесь такой на ощупь немного мягкий. Это приятно, даже когда после использования Galaxy Fold 2 я беру в руки обычный телефон с обычным экраном, мне становится не очень комфортно. И это не случайно, потому что в этом телефоне установлен 120 герцовый сгинающийся амолед-экран с разрешением 7х6. Внешний амолед-экран получил 60 герц и имеет разрешение 1х3. Жесть, вы бы посмотрели, как на этом экране я буду играть в Fortnite. Ну об этом чуть позже. Ну а сканер отпечатка пальцев находится сбоку на правом ребре телефона. Сам телефон достаточно тяжелый, его вес составляет 282 грамма. При падении, скорее всего, он разобьет саму плитку, нежели телефон сам разобьется. Данный девайс потребляет много энергии, поэтому и имеет большой аккумулятор вместительностью 4500 мАч. Ладно, думаю, самое время поговорить про камеру. А здесь есть много чего интересного сказать. Есть три основных камеры в одном модуле. И как вы можете понять по их размерам, они внушают в себе большой потенциал. Из них две камеры с разрешением 12 мегапикселей и одна широкоугольная с разрешением 16 мегапикселей. Максимальный зум 10х. И при этом переходы из обычной камеры в широкоугольную сделаны очень плавно, прям как на iPhone. Ну и при фотографировании с максимальным зумом вы имеете картинку практически без шумов. Максимально четко. Две других фронтальных камеры на каждом экране имеют разрешение в 10 мегапикселей. При этом обе фронтальные камеры имеют небольшой широкоугольный формат. При этом если основной экран сложить пополам, то у вас получится вот что-то типа такого. То есть на верхней части экрана будет показываться то, что видит камера. Ну а снизу будут предыдущие фотографии и различные настройки. Получается достаточно удобно. Если телефон разложить в вертикальном положении, то будет что-то типа того. Как видите, все переходы через экраны в данном девайсе сделаны на высшем уровне. Это вот реально удовольствие просто смотреть на объектив камеры при складывании данного телефона. Все сделано на высшем уровне максимально четко. Ну а тем временем Fortnite уже полностью установился и запускается. Все мы знаем, что Fortnite и Samsung хорошо ладят, поэтому оптимизация игры выполнена на этом девайсе очень хорошо. Как вы видите, 60 FPS на эпическом разрешении графики. Ну а также можно разрешение 3D выкрутить на все 100%, что мы как раз и сделаем. Конечно же, эти показатели неспроста, потому что этот телефон имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865+. Ну и также 12 гигабайт оперативной памяти. Вот мы летим на автобусе на эпической графике со 100% 3D графикой и у нас стабильные 60 FPS. Вот мы выпрыгнули и FPS уже упал до 40. Блин, как же так играть? Но как только мы начали подлетать к локации, наш FPS снова вернулся к 60. Учитывая эпическую графику, учитывая 100% 3D разрешение, учитывая 60 FPS и учитывая замечательный гнущийся экран этого девайса, я уверен, Galaxy Fold 2 это лучший телефон для игры в Fortnite. Конечно, так как тут нестандартное разрешение экрана, мое управление поломалось, но это можно исправить. Вообще телефон можно сложить пополам и играть вот так вот. Реально, просто переносишь все кнопки управления в нижнюю часть телефона, а она большая и получается просто имба телефон для Fortnite. Учитывая, что нижняя половина телефона настолько большая, что там можно спокойно играть в 4 пальца. Если бы Galaxy Fold 2 был бы моим основным телефоном, я бы обязательно сделал такое управление. Ну и уверен, вследствие бы стал самым лучшим игроком в Fortnite Mobile на Android. Оп, смотрите, уже кого-то убил. Когда вы играете в Fortnite на Galaxy Fold 2, все ваши враги автоматически становятся ботами. Учитывая, что основной раскладной экран имеет 120 Гц, через АПК можно спокойно установить и играть в Fortnite в 120 FPS, прям как на iPad Pro. Более того, такой большой экран и помещается всего лишь в вашем кармане. Это намного лучше iPad Pro. Не, ну все-таки вот в таком положении на Galaxy Fold 2 лучше всего играть в Fortnite, это факт. Ладно, думаю, на основном раскладном экране уже понятно, как идет игра, давайте-ка посмотрим, как это будет на внешнем. К моему большому удивлению, даже на таком необычном форматом экране Fortnite запустился. Вот это вот я вот понимаю оптимизация игры. Причем все настройки графики тут те же. Блин, вот бы на всех андроидах иметь такую же оптимизацию игры. Ну что, давайте посмотрим на этот экран в деле. Блин, даже внешний экран очень приятен в использовании. Боже, вы просто посмотрите на эту игру. Даже учитывая, что тут графика такая же, как и на основном раскладном экране, Fortnite ощущается абсолютно по-другому. Реально, просто я думаю, здесь угол обзора все 180 градусов. Самое приятное, что фронтальные камеры установлены так, что при использовании ты их даже не замечаешь. Думаю, объяснять тут нечего, снова я лечу на автобусе, снова вижу стабильный 60 фпс. Хотя, смотрите, я выпрыгнул и у меня также стабильный 60 фпс. А нет, вот просадки до 45. Не, ну этот экран настолько узкий, здесь просто невозможно играть в 6 пальцев. Даже в 4 сложно. Но, однако, я не знаю, второй экран вроде, ну, как второй экран. То же самое, просто он узкий. Вот реально, не знаю, как вы, но я вот ощущаю игру на этом маленьком экране абсолютно по-другому. Кстати, чтобы вам перейти из основного раскладного экрана во внешний, во время, пока запущен Fortnite, вам надо перезапускать игру. Вообще, это максимально универсальный телефон. То есть, если хочешь, играй на узком экране. Хочешь, играй на экране, как на iPad Pro. Все в твоих руках. Единственный минус, когда ты играешь на узком экране, ты складываешь телефон, и из-за этого он становится толще. Но играть тебе тоже, соответственно, менее комфортно. Но это чисто можно геймпад подключить к телефону и играть с узкого экрана. Вот это будет кайф. А так, если у вас мобайл-управление, то комфортно с ним играть. Вы сможете только на широком раскладном экране. И, кстати, вы не сможете играть 120 фпс на узком экране, потому что тут экран всего лишь 60 герц. Думаю, узкий экран на Galaxy Fold 2 был бы больше актуален, если в Фортнайте можно было бы установить разрешение 4х3. Ну, помните то разрешение, на котором играли киберспортсмены в шестом и седьмом сезоне? Кстати, вы просто посмотрите на этот фокус. Лол, я раскладываю экран, игра у меня не вылетает, при этом разрешение остается прежнее. Такой прикол я вообще не ожидал, по интересу решил проверить. Ну, поздравляю, теперь вы знаете, что будет, если разложить экран на Galaxy Fold 2 во время игры в Фортнайт. А поверьте мне, это знают немногие. Что ж, ну, в принципе, я вам показал абсолютно все. Могу сказать, что телефон достаточно прикольный, то есть я его воспринимаю больше не как раскладной телефон, а как складной планшет. Раскладной телефон, это именно Galaxy Z Flip, про него я уже делал видео, посмотрите обязательно. Все круто, без сомнений, но единственный минус, телефон стоит 180 тысяч рублей. Хотя можно найти за 160 тысяч рублей. Но, думаю, разница в 20 тысяч рублей вас не особо устроит. В общем, обязательно пишите в комментариях, как вам этот телефон, как вам игра на этом телефоне. Будет интересно узнать ваше мнение. Если у вас есть отдельные вопросы по поводу игры на Galaxy Fold 2, ну или вообще по поводу телефона в целом, не стесняйтесь задавать их в комментариях, обязательно на все отвечу. Также пишите в комментариях, на каких телефонах вы еще хотите увидеть геймплей Фортнайта. Мне не сложно, главное знать, что вы хотите. Если вы досмотрели до этого момента, уверен, вам понравился данный ролик, так что обязательно поставьте лайк, если вы его еще не поставили. Ну, а по традиции, с вами, как всегда, был Матвей. И, до встречи, до новых встреч! До новых встреч!